В Патриаршем Центре Древнерусской Богослужебной Традиции прошел семинар, посвященный знакомству со Знаменом Пене. Древнерусское богослужебное пение проделало большой и нелегкий путь от своего зарождения после крещения Руси до наших дней. По преданию, Знаменное Пение сложилось под влиянием византийской певческой традиции, но впоследствии развивалось самостоятельно. Древнерусские распевы имели не только свой уникальный мелодический язык, но также и письменность, особые знаки и иероглифы, называемые Знаменами. Их сакральный смысл и певческое значение были понятны только посвященным. После церковного раскола XVII века монадическое древнерусское богослужебное пение стало вытесняться многоголосным пением под влиянием западноевропейских музыкальных систем и стилей. Однако Знаменное Пение продолжало жить не только в старобрядческих общинах, но и в отдельных храмах и монастырях Русской Православной Церкви. В наше время пение по древней системе также можно услышать не только в старобрядческих общинах, но и на богослужениях приходов Русской Православной Церкви, соблюдающих дореформенный устав и чин. Знаменное пение также возрождают в отдельных храмах и монастырях. В трехдневном семинаре приняли участие около 40 человек из Москвы, регионов и зарубежья. Программа семинара, разработанная Обществом Святителей Иова и преподавателями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ставила своей целью познакомить участников семинара с основами истории, теории и практики знаменного пения. ПЕСНЯ Мне очень понравился преподавательский состав и сама подача, очень доступная. И очень много что есть взять с собой в копилочку в любом виде пения. Мне понравился такой исторический экскурс, как и что есть, стало много чего понятней. В один из дней состоялось обсуждение вопросов, связанных с использованием древнерусских распевов за современным богослужением. Очень мне оказался полезным этот семинар, потому что я не только много нового для себя открыла по знаменному пению, также я поняла, как именно нужно для студентов и для тех певчих, которые только начинают учиться пению, с какой стороны им нужно рассказывать именно о церковном пении. Наши певчи в основном воспитаны на современном пении, то есть на портесном. И, соответственно, в наших храмах, даже где поют сейчас некоторые песнопения знаменные, они всё равно рассматриваются в свете современного пения, то есть и поются по-современному. Для меня было открытием тем, что даже наши песнопения современные, портесные, можно исполнять, исходя из истории, откуда это всё пошло. То есть именно не так, как они поются классически, по нотам, а совсем немножко с другой стороны. То есть обращать внимание на то, что главным являются не красивые распевы, а идти от главного слова, а остальные распевы являются как бы украшением. Тогда совсем переворачивается понятие сознания самого отношения к молитве, и понимаешь, что главное — это не то, как ты спел красиво по нотам, а главное — становится слово, от которого ты идёшь, а распев является второстепенным. И, честно говоря, для меня было совсем таким большим открытием, как можно по-другому вообще построить богослужение, построить манеру пения, даже технику. Я считаю, что нужно именно та же портесное пение строить именно от ощущения истоков. Это будет совсем богослужение по-другому строиться и слушаться, и я думаю, что это только польза будет от этого. В рамках семинара также состоялись богослужения, в которых слушатели семинара приняли участие в качестве клиростных певцов. Моему сердцу мела служба, вот две службы, на которых я была. Да, немножко было тяжеловато столько часов, но как-то вот сам храм, он очень уютный, нет ничего лишнего, как будто бы. И сегодня классно было, когда мы все вместе пели, не было вот такого разделения. Мы сердечно благодарим митрополита Волоколамского Антония за то, что он благословил наше начинание, а также сердечно благодарим Патриарший Центр Древнерусской Богослужебной Традиции в лице его руководителя, протеерея Иоанна Миролюбова, настоятеля храма Покрова Божией Матери в Рубцове, за попечение на благоустроение нашего семинара. Также сердечно благодарим всех организаторов семинара и надеемся, что в будущем семинары, посвященные знаменному пению, будут проходить в Патриаршем Центре с определенной периодичностью. Просим всех святых молитв! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok